Они пишут левой рукой, называют себя творческими личностями и даже создают отдельные клубы. Эти люди мало чем отличаются от правшей. Они также занимаются спортом и играют на музыкальных инструментах, а многие из них одинаково владеют сразу двумя руками. Инженер Александр, например, все чертежи составляет только левой рукой. Но вот в обычной жизни он всё делает обеими. Признаётся, переучиваться приходилось с самого детства. В детстве меня пробовала переучить мама. Она всегда говорила, Саша, не рисуй, не пиши левой рукой, пиши правой. Я пробовал, но у меня, конечно, не получалось это. И когда я рисовал, она меня спрашивала, какой ты рукой рисовал. Я говорю, я рисовал оно правой рукой. На что она мне отвечала, что ты мне врёшь. Я долго думал, как она меня раскусывает. И потом я только понял, что когда ты рисуешь левой рукой, у тебя вся рука сносится грязной от чернил. А вот родители Дмитрия никогда не пытались бороться с леворукостью сына. Он по-прежнему пишет, пьёт чай и даже играет на гитаре исключительно левой рукой. Одна проблема – музыкальный инструмент для левшей – нельзя найти ни в одном магазине города. Приходится только заказывать, только по каталогу. То есть нельзя так просто прийти, попробовать, послушать инструмент. Ну, там максимум на одной струне поиграть, взять аккорд, потому что всё равно струны расположены не так. Руки приходится брать иначе. Но, как утверждают психологи, у леворуких людей всё-таки есть свои особенности. Например, ребёнку левше сложнее научиться читать. Ведь в раннем возрасте такие дети воспринимают мир иначе – справа налево. А вот творческое мышление, по словам специалистов, у таких людей начинает развиваться гораздо раньше. Есть первая точка зрения, которая говорит, что левша обладает худшими способностями, худше адаптируется. Вторая точка зрения – это когда нейтрально, то есть равные способности, как и у праворуких, так и у леворуких. И последняя точка зрения заключается в том, что левша обладает более высокими творческими способностями. Но это действительно так, потому что леворукие, больше развито именно правое полушарие, которое ответственно за картинки в голове, скажем. То есть ребёнку проще их компоновать. В настоящее время на Земле, по примерным оценкам, проживает порядка 500 миллионов леворуких людей. Кстати, левшами были такие известные люди, как Леонардо да Винчи, Сергей Рахманинов, Наполеон, Уинстон Черчилль, Манлин Монро, Альберт Эйнштейн. Специалисты отмечают, для того, чтобы развить в себе способности, присущие исключительно левшам, нужно всего лишь научиться больше использовать в жизни левую руку. Елена Рожнова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.